Решил выбраться, позагорать. Но море, конечно, ужасное. Просто охренеть. Столько грязи. Вообще весь июнь вот такая хрень. Потому что в горах вечерами постоянно льют дожди сильные. Видно, прям там тучи такие тяжелые висят. И вот это все говно смывает в реки, а реки выносит в море. Прям даже заходить в воду. Противно. Ужас какой-то. Всякий клан, мусор. Там видно, что она такая пьяная. Причем это вдоль всего побережья, начиная от Батуми и Бутабулете. Хотя здесь пляж хоть чистый. В Бутабулете вчера. Вообще там вдоль всей набережной кочевали острова. Такие огромные острова палок, листьев, всякой хрени. Там даже в воду не зайдешь. Здесь хоть и зайти можно. Потому что противно, но зайти можно. А там прям вверх всего берега стояли вот эти острова палок. Все так херни. И это весь июнь такая хрень, кстати. И снова не было такого грязного моря. И вообще такой грязный море зимой было как-то редко. В основном после сильных штормов. Короче, стоит иметь в виду, то есть покупаться так хорошо не получится. Ну, не знаю, кому если пофигу, то нормально. Мне вот лично так и противно в таком море покупаться. По ощущениям он так и кажется, что он грязнее. Но он на самом деле грязнее, чем на Шуреке дальше. В общем, море здесь, конечно, говно. Ну, можно сказать, что дожди перестанут. Вот июль, там август, когда там в горах перестанут дожди лететь. Реки отмелеют, море очистится. Но вот июнь, конечно, здесь ужасный. Я вижу море. Какое херовое. И погода тоже непонятная. Вот, видно. Вот это здесь такая вот слегка коричневая вода. Это вот как раз речная. Вот, как далеко. Похоже, здесь большую часть времени именно вот так. Короче, надо доловить чистый море. Зелень, конечно, уже прям вся разрослась. Особенно вот эта непонятная хрень. Этот вьюн, он здесь вообще все оплел везде. Такой сорняк прям конкретный. Все в нем. Вот таких у него листьев. Не знаю, как он называется. Так, ради интереса на будущее. Посмотреть, как здесь будет выглядеть. Потом. Эта лестница в сторону Костелло-Мары. Потому что, если со спутника посмотреть на начало нулевых, то все вот эти заброшки, они еще вполне в нормальном состоянии. То есть они не заросли. Их прям отчетливо так видно. Вот. Все, что было в советское время, еще целое. А уже где-то ближе к концу десятых, ну, к концу нулевых, уже все видно разбомбленное и заросшее деревьями. То есть... А здесь было много чего, если так посмотреть на начало нулевых. Вот где вот эта дача. Там ниже был тоже какой-то санаторий. Я, кстати, весной ходил там. Везел какие-то развалины. Подошел там. Ну, там вообще прям первый этаж, наверное, остался. А вот со спутника смотрел. Там там какой-нибудь плохой санаторий. И все вот эти дороги к нему как раз вели. Был подъезд, все дела. Вот такая города. И все. Тупик. Цветут вечно зеленые магнолии. Но они как-то... Чего-то мало как-то цветов на них. Вот. Непонятно. Может быть, не сезон. Иду сейчас по этой вот тропе. Смотрю на эти огромные деревья. Что-то мысль такая приходит. А ведь кто-то их сажал, эти деревья. Где-то, я не знаю, больше ста лет назад, наверное. Вот прям вот этот огромный магнолий. И этот человек, наверное, думал, когда сажал, интересно, а какие они станут, эти деревья. Вот такими они стали. Правда, парк заброшенный уже. Ну, не парк, а вот это место. Но, тем не менее, деревья продолжают расти. Так что, сажайте деревья. Будет память о вас на долгие-долгие года. А так вот, кто-нибудь типа меня будет проходить мимо посаженного вами дерева. Испомнит про вас. Скажет, блин, может, это дерево кто-то посадил. Ну, вот. Такие мысли. Больше ста лет по-любому. Ну, около ста, наверное. Вот раз вот, когда советская власть пришла сюда, на эти земли, стали, наверное, создавать вот эти всякие санатории. Еще что-то. Хотя, может быть, еще и при царях. Здесь что-то было. Здесь же были генеральские всякие дачи. Может быть, еще тогда эти деревья сожили. Вот. Ну, да. Трапа, конечно, одичала здесь. А вот, кстати, зашедший этой весной бамбук. Где он там? Где-то высоко. Вот так вот он растет. Быстро. ВОСТОКО's. ВОСТОКО's. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, да, мне все-таки за все эти 7 месяцев с декабря по июнь Самый лучший мне понравился декабрь И это такой духоты и жары, как вот сейчас, например, дождей практически не было Листва еще практически облетела, но не вся Еще там немного напоминаний от осени было Хурма, мандарины еще Ну, мандарины как раз только начинались, хурма заканчивалась Ну, то есть Гулялась хорошо Ну, море, да, море было уже холодно Нужно было просто залезть и вылезти Ну, тем не менее Не знаю, почему-то декабрь мне понравился Из этих 7 месяцев больше, чем остальные В общем, мне кажется, сезон здесь Вот на побережье Аджари Это июль-август, ну, еще, наверное, сентябрь Остальные Вот такая вот непонятная хрень Если дожди, то грязное море Вот Если нет дождей, то им уже будет холодно Короче, вот так вот Ну, вообще, я смотрю, Аджари только-только начинает развиваться именно в плане туризма Потому что вот за зиму, я смотрю, начали много Ну, образовалось много строительных площадок и по Кабулете И так вот До этого как-то они были пастырями Посмотрим, что будет дальше с Аджари Пляж следующий За Петрой Здесь почему-то Который раз я уже сюда прохожу Здесь всегда получается чище вода Чище море Чем вот Астелло Маре Мне кажется, даже у Петра грязнее, чем здесь Что-то похожее на дортензию Не знаю, что это растение Везде Там везде Решка гулять с навалом Вообще везде Как-то массово оно все Похоже на дортензию Какой красивый Астелло Маре Астелло Маре Вот какие разноцветные стволы И эвкалипты А сейчас запахло На жаре Тем, что растет И кипарисами И даже эвкалиптами И соснами Короче, сейчас вот Идешь прям Запахов куча Таких южных Ништяк Молодые эвкалипты Похоже, эвкалипт пошел в рост И вот начала у меня сразу отслаиваться Кора Вот он Быстро как убирает рост Кора не успевает расти Но может и не должна расти Конечно Такой вот он Эвкалипт Вот ближе к Абулете Здесь был такой большой пустырь Смотрю, весной его стали относить забором Короче Хотят строить здесь вот такой вот микрорайон Даже яхот Куда вы там будет Набольшая Марина Ну не знаю Я в местных спросил Они говорят, что типа Ну это скорее всего Бабки отмывать будут Ну хер его знает Посмотрим Вообще на этом пустыре Она огромная Если посмотреть С гугл спутника На начало нулевых Здесь было несколько советских санаторий Потом их снесли Где-то к 10-м годам Здесь ничего не было На этом месте И вот сейчас Опять Взялись Что-то как-то неожиданное Я думаю Здесь болото какое-то Зимой ходил Здесь Оказывается Так что Посмотрим Через сколько Они все это сделают Еще пару слов забыл Это С местными разговаривал Про это вот Они говорят Что Вообще Когда Саакашвили Был Здесь У него были Идеи Захреначить Вот эту Набережную Кобулецку Аж до самого Батуми Чтобы можно было Вдоль моря По ней Передвигаться Например Типа Какая-то дорожка Пешком Бегать В общем Но Не успел Нареализовать Это Вот Сейчас смотрю Саакашвили Был такой Мечтатель Сделать Из Грузии Прям какую-то Жемчужину Вот Ну Говорят Сделать еще Мост Через Кентриши Побулеть Вот Потому что Чтобы не делать Крюк По трассе Сделать пешеходный мост Через Где-то там В устье Наверное Вот в горах Примерно Вот так Вот Весь июнь Примерно Всегда Вот С утра Может быть Чуть Развеет А вот Вечером Вот так Собираются Тучи Вечером Еще Плотнее И там Наверное Идет Дождь Периодически Может И каждый День Вот Этот Забор Вот Он был Опять Разваленный На пол Седьмое В Москве Пляж Уже Постепенно Заполняют Люди Немного Замес Немного Сюда Хангел Немного Чем дальше от центра к гулете, тем чище море, поэтому лучше ходить в центральный таркет куда дальше, к концу, там чище. Вот весь хворост вчерашний. Центральный таркет. Самая популярная традиционная набережная. Все хотят быть боксерами, чтобы не помнить. Кстати, море стало почище здесь. К вечеру отстоялось. Нормально. Собственно все за облаком. Все. День закончен. Завтра гроза. Везде. Так что завтра гулять не получится. Непоследок. Непоследок. Прямо сильно шатает. Когда такой легкий бриз. Кто-то не решитал, что они входят в резонанс. Странно, что в некоторых еще бамочки не выбрались. Вот так же трясутся. Вот так же трясутся. Вот я замечаю, именно в легкий ветер они так трясутся. Вон идет на грязовой фронт. Вон идет на грязовой фронт. Вон идет на грязь. Вон идет на грязь. Вон идет на грязь. Вон идет на грязь. Это самая галазарная. Юбитель собак здесь живет. Решил перед отъездом ещё раз выйти к морю. Небо распогодилось Не совсем правда Но по прогнозу Сегодня погода восстанавливается В следующей неделе Будет Вообще ясно Всю неделю На все дни прогноз такой Кстати раздевалки поставили С душем Бесплатные Правда не везде они есть А вот туалетов как раз не появилось Поэтому Я не знаю как здесь Летом Если захочется на пляже Куда сходить Муж хозяйки Вчера такой На тебе Дорогу Литр чачи И три литра вина Я говорю Мне куда их девать У меня рюкзак и так забито под край Говорит надо на машине Кто проезжает Они набираются А я не себе Потащу У меня просто даже и место Красиво у меня было себе Вот эта куча Олеандр, пока они еще мелкие, а это вот катальма, вот эти вот вдоль столбов, вот эти листья, наверное, прошлый год тут высадили, потому что они какие-то еле-еле распустились. Барбас нахуй, видите, сразу куча псин, была голодная, наверное, вчера никого здесь не было, целый день дошел, в принципе, увидели человека сразу, собрались. Ну, в общем, вот такое, это, кобулетти, набережные. Вообще, конечно, вот эта набережная будет очень хорошо выглядеть, лет через 5, наверное, 8, когда вот эти вот катальпы вырастут, станут огромными деревнями, здесь будет тень, можно будет сидеть на этих скамейках в тени, а не на солнце жариться, как сейчас. Вот, так что все это в будущем. Может быть, все-таки у них получится воплотить мечту Саакашвили сделать, продлить вот эту набережную до самого Батуми вдоль моря. Это было бы, конечно, круто. Такого, наверное, нигде больше не было бы. И прям они этим бы, конечно, очень много народу сюда привлекли. Вообще, я смотрю, побережье вот только-только начинает развиваться. Так что посмотрим, что здесь будет дальше. Погода, конечно, сегодня. Вчера был, конечно, весь день. Вообще, ливень прям. Промежутки были, я не знаю, минут по 20, наверное, на тучу, когда сменял другую. Вот. Такое вот он, утреннее утро в Кабулете. Сегодня у нас что? Сегодня 1 июля. Скоро здесь не останется ничего. Не будет мешать обзору. Остатки вчерашних дождей. Дождь идет в море. Дождь идет в море. Продолжение следует...